Мы хотим познакомить вас с клещом Варуа. Хотя, если быть точным, то мы хотим познакомить вас с миллионом клещей Варуа. Почему так много? Ну, когда речь заходит о Варуа, то ограничиться одним просто невозможно. И если вы хотите узнать, как происходит заражение, то в первую очередь нужно посмотреть на собственных пчел, особенно на трутней, так как они очень социальны и летают из улья в улей. Поскольку клещей нет собственных крыльев, они попадают в улей, путешествуя на спинах взрослых пчел. И на удачу клещей это путешествие включает в себя сопутствующее питание, так как Варуа начинает пить пчелиную кровь уже через несколько минут после того, как окажется на ее теле. Оказавшись в улье, клещи незаметно проникают в уязвимые ячейки с открытым расплодом, где они терпеливо ждут, пока пчелы не запечатают ячейки. Как только ячейка запечатана, самка клеща, как маленький вампир, карабкается по куколке пчелы, делает отверстие и начинает сосать кровь. В течение трех дней самка клеща откладывает свое первое яйцо, которое всегда развивается в мужскую особь. Затем в ту же самую ячейку она откладывает через каждые 30 часов в течение около недели яйца женских особей. После созревания они спариваются со своим братом. В итоге вместе с молодой пчелой и зараженной ячейки появляются три обладотворенных самки клеща, и цикл повторяется. Используя эту стратегию, популяция клеща в семье может расти так же быстро, как и популяция пчел, на которых он паразитирует. Когда лето заканчивается, и численность пчел уменьшается, в семье остается огромное количество клещей, и это представляет опасность. Превосходящая численность клещей погубит всю семью. Но что же это означает для самого любимого насекомого, медоносной пчелы? Семьи, в значительной степени пораженные клещом варуа, не способны опылять и производить мед, потому что они страдают от болезней и вирусов, переносчиками которых являются клещи. Фактически из-за варуа пчелы подвержены более чем 20 вирусам, включая разрушительный вирус деформированного крыла, который не позволяет им летать.